Открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности провели ученикам 4-й школы сотрудники пожарной части номер 12. Мероприятие приурочили ко Всероссийскому дню гражданской обороны. Школьникам рассказали об особенностях профессии пожарного и средствах их защиты. А ещё подробно разъяснили, как можно обезопасить себя в случае чрезвычайной ситуации. Мы доводим до детей, какие средства спасения существуют в этой жизни, как они могут предотвратить какой-то несчастный случай, скажем так, бытовой, либо это был какой-то случай, либо ещё какой-то. Они должны знать в первую очередь, какими средствами пользоваться, что это за средства. Также сотрудники спасательной части продемонстрировали школьникам экипировку пожарных, объяснили, в какой комплектации они выезжают на задание и как необходимо правильно складывать костюм, чтобы быстро надеть на следующий вызов. Ребята живо наблюдали за процессом сбора снаряжения, а ещё задавали интересующие их вопросы. Я задал начальнику пожарной части, какое было самое масштабное задание за всю историю их пожарной жизни, так сказать. Он мне дал ответ, что самая главная их цель была защитить людей и потушить дома, всякие здания. Дети очень интересно подошли к этому уроку и задавали массу вопросов, на которые иногда было даже сложно ответить. Они прекрасно знают, что такое диспетчеры, они знают, что такое профилактика. Дети знают много, мы с ними работаем, мы постоянно работаем со школами, с детьми, ну и в конце концов, ну кто если не мы? Самой зрелищной и оживлённой частью урока стала примерка пожарных костюмов. Школьники на себе ощутили всю сложность и тяжесть экипировки, ведь её вес – почти 30 килограммов в полном комплекте. Я первый раз надеваю этот костюм, он очень тяжёлый, и я рад, что я его примерил. Мне очень понравился наш урок, и до этого урока я настолько близко не видел костюмов пожарных, но сегодня я даже смог их померить. 20 секунд – минимальное время, за которое пожарные надевают боёвку. Спасатели поделились секретом, как выработать такую скорость. Ежедневные тренировки, правильная укладка боевой одежды и снаряжения, а также небольшая хитрость – запрыгнуть в штаны, уже заправленные в сапоги. Школьники поблагодарили пожарных за увлекательный урок, а также за нелёгкий труд во благо жителей города. Гульчачак Егибаева, Никита Мищенко, Новости Губкинского.